Новые светлые классы, современное компьютерное обеспечение, оборудование для изучения правил дорожного движения и сдачи экзаменов. Обновленный учебный корпус трамвайно-троллейбусного управления теперь не узнать. В дальнейшем планируется завершить работы, охватив ими и первый этаж здания. Изменения в лучшую сторону произошли снаружи. Хорошим подспорьем в обучении и практике вождения станет учебный троллейбус. По словам специалистов, обновленный центр отвечает всем требованиям для подготовки будущих водителей транспортного парка. Когда ты заходишь, сегодня это светлые классы, это совершенно правильный подход и в рамках идет в ногу с современностью, естественно. Заходя вот сегодня, вы сами видели это здание, эти помещения, конечно, сразу и располагает и к учебе, и принятие решения потенциального претендента, который бы хотел учиться в этом учебном центре. На сегодняшний день на предприятии продолжается рекрутинговая кампания. Сейчас для будущих водителей трамваев и троллейбусов созданы все условия. Транспортный парк обновляется. Ожидается, что этим летом в ТТУ прибудут 12 новых трамваев белорусского производства. В текущем году запланировано начать и модернизацию старых вагонов Татра. А для студентов учебного центра действуют дополнительные меры поддержки. По окончании обучения каждому нашему выпускнику выплачивается 100 тысяч рублей, гарантируется трудоустройство. Зарплату нам ежегодно индексировали. В прошлом году на 20%. Сейчас вопрос рассматривается. Поэтому приглашаю всех желающих. По словам первого вице-мэра, в настоящее время оттока водителей нет. Сейчас в штате их 540, сообщили в дирекции муниципального предприятия. За прошлый год, благодаря учебному центру, 12 его выпускников поступили на службу в трамвайно-троллейбусное управление Самары. Еще 7 человек постигают азы профессии в учебном центре. Но предприятие рассчитывает на приток слушателей, потому что необходимость в пополнении штата по-прежнему существует. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.